Пять вопросов в тысячу рублей. Три буквы. Вот косарь. Йохоу! Всем привет, меня зовут Джек. Сейчас я буду подходить к людям и задавать им вопросы. На тему правоведения, очень серьезно. И за пять ответов правильных я заплачу тысячу рублей. Серьезная тема, но вопросы, они легкие. Они легкие вопросы, отвечают. Установленное государством общее обязательное правило. Конституция. Это очень легко, ты знаешь это слово. Конституция. Конституция. Дорожное движение? Нет, братиш. Государство установило правило, синоним правила в государстве. Здесь очень простой ответ. Правило это, короче, ты нарушил его и тебя посадили. Закон. Аллилуйя. Ах, красавчик. Смотри, еще четыре вопроса и ты победитель. Окей. Йохоу! Главный законный представитель обвинения. Можно еще раз? Ну, как же... Посоображай вслух, братиш. Сейчас, сейчас, сейчас. Кто защищает? Обещает адвокат. Кто обвиняет? Не знаю. Черт. Пострадавший, потерпевший. Одним словом, терпила. Да. Нет. Вот ты накосячил, и тебя он обвиняет. Сторона обвинения. Кто такие? Прокурор. Не следователи. Прокурорная? Прокурор, да. Прокурор. Четко. Привет, Жамал. Ну как? Твоя проблема? Делом занимаются юристы. Толку от этих адвокатишек нету. А что за юристы? Вбил в интернете адвокат. Только высасывают из меня деньги. Да блин. Сейчас этих юркомпаний, как грязи. И жуликов среди них. Платишь им деньги, думаешь, что они мега крутые юристы. А на самом деле, они как посредники. У них есть какие-нибудь практиканты, студентики, которым они платят грош, цену с той суммы, которую заплатил им ты. А потом, когда они высосут у тебя все бабки, ищи свечи. Например, если у тебя есть сомнения в твоем юристе, группа компаний Бонус, вот так они называются, 20 лет они на рынке, ты обращаешься к ним, они делают анализ той работы, которую проделал твой юрист, и потом дают тебе понять, была ли проведена эта работа, либо эта работа могла быть проведена еще более качественно. Дай мне контакты этих людей. Вот, держи. Связь. Если вы живете в Санкт-Петербурге, и вам нужна юридическая поддержка, это бонус. В описании будут ссылки на сайт и на их инстаграм. Что за 12 человек в суде? Что за 12 человек в суде? Друзья, извините. Что это за ребята? Суд. Возможно, суд свидетель. Еговы? Подсказка. Это не судья, это не адвокат, не прокурор, не зрители, не того, кого хотят закрыть. Это вот 12 человек. То есть, когда идет вердикт о том, что же делать с этим преступником... Я помню, но я не могу сказать. Их слово много значит, равносильно слову судье. Приставы? Нет, не приставы. 12 приставов, да? Нет. При... Присяжные. Присяжные? Присяжные. Ю-ху! И вопрос такой. Специалист по правоведению, юридическим наукам, практический деятель в области права. Да, да, да. Ю-ху! Ну, адвокат. Ну, адвокат это кто? Юрист. Юрист. И пятый вопрос. Тысяча рублей. Обобщенное наименование официальных документов. Это слово по-любому ты знаешь. Оно короткое. Три буквы. Давай, раз, два, три, четыре, пять. Ну, любое слово. И это хрень. Ну, все, братишки, не вышло. Вот ты красавчик. Вот косарь уже. Смотри, три буквы. Раз, два, три. Ну, что там с тремя буквами-то есть, а? Да фига. Я ходил и снимал ровно 45 минут. Никто не выиграл и не заработал бабосиков. Поэтому хватит на сегодня. У меня есть крутой инстаграм, где есть классные видосы. Но помимо этого, я там делаю прямые эфиры, где также раздаю бабосы за правильные ответы. Это интересно. Заходите в инстаграм. И все, все, пока. Сюда можете подписываться, а можете не подписываться. Лайки и эти дела. Все на ваше усмотрение. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok